ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Я снимаю всё. А я не хочу показывать свой личный фирманс. ПОДПИШИСЬ! 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 Я не хочу. Я тупо в отказе. В отказе? Да. Соня Войн. Что хорошо, что он нарушил? Я тут просто в отказе. Это тот человек, который вы избиваете? Пожалуйста, в сторону 5 метров снимайте. Если что, у меня... В сторону 5 метров? Пожалуйста, посмотрите. Это тот, что беспредел, что я вчера с Аваковым разговаривал, который говорит, что я буду звонить. 5 метров. Я попрошу. Попрошу. Пойти в сторону. Личная безопасность. Это будет полиция. Вы меня слышите? Запомните. Где написано? Покажите мне. Конституцию Украины читаете? Отойдите в сторону 5 метров. Набираем. Набирайте кого вы. В сторону и не мешайте. Вы меня слышите? Конституцию Украины читаете. Я вам... Пять метров. В сторону отойти и не мешайте. Насколько? Где написано? Во-первых, не орите на меня. Это вы не орите. Вы посвятите гражданам. Вы меня слышите? В сторону отойдите и не мешайте. Посвящение свое покажите. Посвящение. 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 Я гражданин Украины. И сегодня согласно Конституции Украины был в сессийной зале. Присутный. Где депутаты уже таким, как вы, сделали зауважение. Вот я... Мой паспорт. Покажите мне свое посвящение. Чтобы я переписал. Вы уже были на его и люди. Недоразово. Я перепишу. Я читать не буду. Я переписывать буду. Недоразово. Не дивиться. А я сейчас буду переписывать. Недоразово. Все. Есть ручка у кого? Не все. Давайте документ свой. Какая разница вообще? Руки по сторонам. Какая разница? Смотрите, как полиция ведет себя с людьми. Мой человек. Мой руки. Чтобы я видел. Вот, не вопрос. Вот мои руки. Закрытое пиво. Какая разница? Это мое личное. Обыск на что? Документы покажите, что вы имеете право быстро. А что это? Мой человек. Отойдите в сторону и не мешайте работать. Вы меня слышите или нет? Конституции Украины читайте. Конституции. Со мной так не разговаривайте. Потому что единым джерелом влади Украины есть народ. Еще раз говорю. Единым джерелом влади Украины есть народ. Не вы. В Конституции что написано? Если вы читаете, если что-то людям рассказываете, то вы вообще не должны против людей выступать. Хорошо. Я дочитаю вам в суде. Будьте себе в тюрьме. Вы, во-первых, не олийте на меня. Доброго дня. Союзиста Кривый Рис. Я сотрудник полиции при исполнении. Я выполняю свои обязанности. Вы не при исполнении. Вы не обязаны. Вы расширены глазки. Сейчас зрачки у вас расширены. Вы ко мне не приближаетесь. Ко мне не приближаетесь. Ко мне не приближаетесь. Ко мне не приближаетесь. Я с места не сходил. Вы ко мне подошли. Три шага. Сейчас я полиции вызываю. Уважаемый. Вам не доходит? Я с вами общаюсь. Уважаемый, я с вами общаюсь. Руки убрали. Отошли от меня. Я на камеру снимаю. Как вы шаг за мной идете. Я ж еще раз говорю. Я ж еще раз говорю. Гирьки завтра. Да. И вы шаг за меня уже сделали. Что он такой? Какая спина. Это вообще. Это мое лишнее. Буду я у вашего начальства. И ты, Рыжик, будешь за это отвечать. Как? Как вы сказали, уважаемый. Я не слышал. Камеру. Я не слышал. Как вы сказали. Сейчас я созвонюсь. Я с вами разговариваю, уважаемый. Добрый день. Это место Кривой Реги. Это место Кривой Реги. Да, да. Сейчас оставим. Это место Кривой Реги. Выжавите мне наряд полиции. Потому что тут полиция людей обшукает. Кричит на людей. Я не покажу. Это мое лицо. Это мое лицо. А какая адреса тут у вас? Адреса? 39. Ленина 39. Это центральный район города. Адреса? Как работает Кривой Реги? Экипаж. Сейчас я вам скажу. 0,305. Нормальный экипаж человек? Да. Петунин Руслан Борисович. С порушениями остановились на дороге. И начинают лазать людям по карманах. Погрожают людям. Обшукывают их. Без документов. Без ничего. По карманам лазать. На 5 метров всех отошли. Начинают оружием погроживать. Здесь находим. В сторону. Дякую. Отойдите в сторону. Сейчас вам мотошники раскатываю. Они же уже понимаете. Когда уже расстреляли одного, им уже полномочий добавляют. Они же думают, что уже беспределом будут заниматься. Вряд ли. Это будет. Зачем? Как вы скажете, расстреляли? Да. Расстреляли. Человека, которого вы начали изочелывать более… Человек погиб. Человек погиб не при выполнении… И whatever league, а сейчас развивается по этому поводу. Человек погиб при выполнении… Чего? Кто его ввел? Кто его ввел? Ко мне не подходите! Это полицейский, который выполнял свои обязанности! Ко мне не приближайтесь! Ко мне не приближайтесь! Ко мне не приближайтесь, еще раз вам говорю. Это полицейские, которые выполняли свои обязанности... Мы не знаем... Защищал и Вас, Вашу семью и таких, как Вы. Мы не знаем... А чьи он интересы защищал, это сейчас разбираются. Я же еще раз говорю, мы занимаемся, мы разберемся, чем мы занимаемся, и сейчас вас проверят, в каком вы состоянии, что у вас рассширены глазки, зрачки еще у вас. В любое время суток готов, проверить. Сейчас разберусь. Ну вы не есть, та особа, которая меня есть. Да, есть. Как раз я есть. С удовольствием поеду, чтобы вам лично показать. А мне лично не надо показывать. Вы на ИГОКе били человека, задерживали в наручниках. Только мы тогда за вас заступались, а теперь я понял, чем вы занимаетесь. Поняли? Да, да, да. Так отойдите в сторону, не мешайте. Не надо мне отходить, я уже вызвал полицию. Вызывайте кого угодно. Все, все, я спешу. Борисович, вы меня даже знаете, да? Да вы мне паспорт только, чтобы показывали, да? Да, все, хорошо, парни. Добро. Нет, ну, ребята, в сторону отойдите. Молодой человек, вы подойдите, пожалуйста. Пар, братан, тебя... Там, где закончился садик. Да, можно, да? Молодой человек, в сторону отойдите, руки в карман. Не держите, отойдите. Я могу руки в карман достать. В сторону. Воробьям, не хватает на бензин. Я не понял, что там было? Что это за саркан? Ну так вы чё, пацаны? Вот вторая, вот вторая. Вы начинаете рассказывать. Я свидетелем буду. Вот, человек снимает на камеру. Человек снимает на камеру, не снимает. Он просто рассказывает непонятные вещи. Вы потом, мы с вами просто срешуем. Здравствуйте, ребята. Попробую расстрелять. Смотрите, вот ваши люди беспредельно себя ведут. Они обшанали всех людей по карманам лазят. Меня говорят, отойдите, потому что мы сейчас будем пистолеты применять и всё оружие. Понимаю? Здравствуйте. Можете мне вызовить кого-то, начальство своё или под прокуратуру мне сюда? Ну, вы можете разобраться с людьми? Они по карманам лазят, вот, людей. Я просто вышел с магазина, они обыскивают людей по карманам, им лазят. Понимаете? Начали меня выражать. Задите на 5 метров. Основания какие у них? У него зрачки расширенные. У этого человека одного и второго. Посмотрите. Так мы вторую ночь работаем. Да? Так это хорошо, что вы вторую ночь работаете. Люди сменились. Они могут себя так вести? Вот так. Вы же с тобой общаться. Со мной? Да. Можно. У вас же я так не буду претензий. Да, у меня претензии. Можно лазиться? Да, конечно. Вы удода нашли, кстати? Кого? Удода. Удода, это который вилку приставил вместо себя. Да. Добрый вечер. Да, я помню вас. Очень приятно, что вы мне позвонили. Спасибо. Ваши люди так себя безобразно ведут. На ИГОКе мы с ними встречались, они избивали человека. Я как бы за них заступался. А теперь они просто с магазина людей вытягивают. По карманам лазят у них. Понимаете? Приехал вот зам командира взвода. Да? Или как? Взвода? Роты. Роты. Да, да, да. Наверное, приехал. Я как бы не понимаю таких действий. Я понимаю, что вам обещали уже полномочий добавить. Из-за вот этого, что неадекватно кто-то там кого-то пострелял. Да, да, да. Я слушаю. Не, не, не. Ну я просто рад, что вы мне позвонили. Я знаю. Да, да, да. Не, я с вами согласен полностью. Ну я понял, я понял. Вот смотрите, он даже разговаривает с вашим сотрудником. Вот так же самое. Ну вот, подошел полицейский с полицейским, он его просто грубит. Не, не, я просто вообще вам говорю. Просто в Найвоке, пожалуй, люди, что они их избивали. Привезли в наручниках, кинули в камеру. Я еще тогда пытался заступаться, а сейчас вижу, что он просто... Не, 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 я понял. Просто, ну, эти люди привозили, мы по газу их вызывали. И он себя ведет, понимаете, там четыре этих самых пришло, да. Ну он просто велся. Я думаю, ну полиция как бы нормальная. А потом смотрю, они вот людей просто с этой бэвы дергают, по карманам лазят. Не то, что там обувь, знаете, там вышел человек, распивает, там обыскали. Он по карманам. Я вышел, они лазят просто по карманам у человека. Я не знаю, у меня камера, я пришел снимать, он начал, отойдите на пять метров от меня. Я понимаю, но у нас же верховенство право. Я понял. Не, я понял, я понял, понял. Не, ну вот... Да, да, да. Ну вот подъехал человек, да, я общаюсь. Да, 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 конечно, я понял. Спасибо вам, что вы не забыли. Угу, угу. Все, спасибо большое. Все, я рад, спасибо. Всего вам доброго, хорошего, удачи. И для Владимира, да, за ним. Да, мы не против вас никогда, понимаете. Мы как раз ваши права готовы защищать, потому что сегодня мы были в Минской Раде. То же самое вот так. Охрана там выполняет какие-то приказы, понимаете, что депутаты уже встали, уже просто не выдержали, что мы там с рупором, они там начали беспредел говорить. Поэтому мы никак не против вас, только зала. Ну просто за нормальные, адекватные какие-то действия. Потому что если вот так начнется, там, люди же приходят с войны, сейчас тоже неадекватные, вы же понимаете? То есть если мы будем так себя вести, то будут уже полицию ненавидеть и взрывать. Но я не хочу, чтобы это было в нашем городе, понимаете? Мы же понимаете... Я все понимаю, я понимаю, что человек даже может какой-то пить там это, это я все понимаю. Ну лазить по карманам у человека, ну блин, вы лазили по карманам у человека. Видео у меня есть, да. Давайте, если вы мне покажете, что я действительно руку запихал в карман. Запихали в карман. У меня есть видео, я просто выходил уже позже, когда уже второго. Да, да, я вам просто говорю. Вы человек снова. Вы только что он человеком, или себя неадекватно. Да вы меня не берите на этот цар. Все, что у меня заснято, у меня все это я покажу вашему начальству. Это я покажу вашему начальству. Вы как они сказали? Расстреляли? Юрий Юрьевич, да, я сказал, расстреляли. Все правомерно расстреляли? Нет, я сказал, сейчас разбираются. Что вашего человека расстреляли, вам дали более полномочий. Я сказал, полицейские погибли при выполнении? При выполнении мы не знаем, с чего они погибли. Мы не знаем, я лично не знаю. Потому что видео, во-первых, камера не была включена. Это раз. Во-вторых, вели у СБУшники, вели этого человека. И с ним сидел еще милиционер, с того, который стрелял в машине. В его машине. Нам позвонили вчера с Киева. Потому что наш человек вчера ездил в Киев. Позвонили, приедьте, ребята. Человек, который стрелял в полицейских, с ним сидел еще один сотрудник СБУ или какого-то там, ну, я не буду сейчас говорить, кто сидел с ним. С тем человеком, который стрелял в полицейских. Там в машине в него находился, у полицейских не была включена камера. Потом у тебя все доказательства, они порезанные. Понимаете? Они не идут полным, а идут тут, стрих, потом он подбежал туда. Ну, то есть, сейчас... Потому что там нельзя было все показывать. Потому что там именно очень жестокое видео было. Только человек сегодня вернулся, человек с Киева. Давайте не будем... Ну, да, мы не будем выяснять о том, чем мы не будем выяснять. Конечно. Я вам просто говорю, что беспределом не надо заниматься. Это я вам просто прошу. Беспредел, согласно 34-й. Да, причем... Да, подожди, читайте, пожалуйста. А вернее, я знаю, все, весь закон, я весь закон прочитал. Да нет. С кармана вот так вы с кармана доставали деньги. Ну, нет у человека вот так вы с кармана. Так не его как раз обыскивали. Нет, вот, вот, вот. С кармана вот так у вас вытаскивали? Вы сами достали все с кармана? Ну, да, достал. Да, вот так вы его так вам не проверяли. Я проверял. В карманах у вас что-то было, когда я вас проверил? Нет. Какие деньги? Человек 200 гривен было у него вот так. У него в руках было? Да, только что вы его вот так проверяли, вот так. Раз, раз. Понимаете, когда я вышел, это было так. Ну, проверял. О, ну проверял. Не, я проверял, покажите. В карманы вам лезли? Руку в карман засовывал? Не, ну я расщепил горточку. Ну, в карманы полицейские. Так что вы стоите два полицейских, человек, не знаю, если бы он вы со мной разговаривали, я бы сказал. Говорите, как есть. Я руки засовывал вам в карман? Ну, в карманы нет, ну сюда шмонали, сюда в пазуха, сюда в пазуха. Это ж не поверхностный обыск, вы согласны? Вот так, вот так, здесь во внутренние карманы, во внутренние карманы лезли. Кто лез во внутренние карманы? Человек открыл, вы вот так лазили в этот. Он показывает руку, вот так. А ну, ребята, я ж... У меня ног есть на камеру. Да мне не надо спускаться, вы спуститесь. Да нет, нет, нет. Я живу здесь в этом городе, уже достаточно давно. Вы летите в Конституцию. Да, Конституция на пиано. И КПК, шоу, а ну что на пиано, скажите. Верховенство, право. Там тоже написано, что подерживаться законом надо. В Украине есть народ. Нет, нет, нет. Я ж говорю, Верховенство, право, КПК. КПК. Да нет. И шо вы по газу сделали? И шо мы сделали? Послушали Горгаз и уехали. Мы внесли уже уголовные дела. Да не сидите, не сидите. Это ваша кара. Так а для чего вы тогда нужны? А как вы сказали? Для чего вы нужны? Я на видео заснял, как вы сказали. Что я сказал? Что вы будете с государства деньги с этой. Конечно. Пусть нам платят за то, что мы бензин готовим. Конечно. И сейчас я так говорю. Да, потому что это наши деньги. 13-я статья и 142-я. Ну, дальше что? Пусть нам платят, что мы здесь катаем. Конечно. Вам же платят по 9 тысяч. За что? За что вам платят по 9 тысяч? Ну, скажите. За что вы получаете зарплату? Я... Да. За что вы получаете зарплату? Они снимают эту хрень. Да это нормально. Это нормально. Я этих полицейских видел в райотделе. Тут убивали людей. Глушили людей. Меня видели, да? Не вас. А таких, как вы. Таких не видели. А сейчас, да. Сейчас это видео увидим. Знаете сколько они. Юрий Юрьевич, люди вам еще нужны? Молодые человека. А что он хочет? Что он сделал? Я с вами не общаюсь. Занимайтесь, потому что людей нужно... Вот я же вам за что и говорю. Видите? Вот как они себя ведут. Вот. Вот этот мне нужен, тот мне не нужен. Как? Он его предъявил какие-то эти самые. Пусть возьмет с него этот самый. А просит его или как. Я так понял, сейчас будет составляться постановление. По статье 178 распитие пива в общественном месте. Хорошо. А какое пиво? А какое пиво? Подожди. Снимай. Какое пиво? Какое пиво вообще? Кто распилал? Какое пиво? Да, я понял. Он закрытый. Ну это закрытый. А другая вон стоит тоже закрытая. Вон еще одна стоит. Закрытое пиво. Люди выждешь магазином и сразу их остановили. Я понимаю. Ребята, видите, вы просто еще как бы молодые очень. Товарищи полицейские. Подождите, я приехал сюда по вызову. Я понял. Да, вот. Я понял. По вашей просьбе сюда приехал. Никто не пил. Какие-то претензии будут к полицейским от того гражданину? Тогда да. Да, я просто приеду кто это. Завтра поеду просто к вашему уже начальнику. Не было времени, а теперь, наверное, заеду. Не, я понял. Это по этому по вызову. Не, я понял. Вы просто сказали неправильно. Не, я увижу. Вы не переживайте. Я же нормальный в адекватном состоянии. Просто с магазина вышел, не взял пакет. Сказала, что она будет разбираться. Записать ее телефон и в случае чего ей звонить. Напрямую, да? Да, да, да. Спасибо вам, ребята, что приехали, отреагировали. Я очень рад. Как вы думаете, мы будем закрывать на это глаза? Есть нарушение, на которое... Какое нарушение? Что выпил пиво? За тысячу. Да? Хорошо. Все же. Украли. Так новая полиция по ночам работает. А вы протокол составляете. А что вы? Составляйте протокол. Под бумагой. Пиво составляйте протокол. Под бумагой. Не хотите рассказать? Мы так не будем оставлять. Мы так не будем то. Я ж видел, как уже даже ваши эти самые берут через ларек взятки. Это тоже все есть. Я понимаю. Это ваша просто неправильная. Да, это моя правильная как раз позиция. Это моя как раз правильная позиция. Можно. Можно. Я маю на це право. Думку. Свою властную. Всловлювать. Я понимаю. Такая человека довеление говорит. Ты пил пиво. Он пошел пить пиво, потому что им сказали. Ты пил пиво. А он не пил. Так он не пил. Я ж не знаю. Ребят, вы приезжаете. Вы уже. Я видел. Да я уйду. Вы не переживайте. Машина не едет. Машина не едет. Понимаете? Ну, когда будет ехать, я уйду. Так у вас нет ни жилетки, ничего. Зачем мне жилетки? Не, я ж вижу. Машина не едет. Ну, смотрите. Смотрите. Правильно автомобиль поставлен? А вы видите. Не, не, не. Не, это вы едете, да, с такой этим самым. Вы думаете, вы сдаете под знаком, можете стоять. Да, у вас такие полномочия. Хорошо. Авакову. Хорошо, я до Авакова позвоню. И будем потом здесь шовывать. В эти моменты. Проезжай часть. Горь ли за саратов. Проезжай часть. Проезжай часть. Сойдите. Вот так, смотрите, продолжение. Я вам решал, что будет продолжение, как полицейский. Что делают ночью. И что они делали в райотделе Билли. Теперь они что делают, продолжают. А потом говорят, что начинают стрелять. Там кому-то что-то делают. Ну, пойдем домой. Да что ты нажать сказать, бассейн. Что вы думаете? Что это? Что это? Что это? Саратов. Да, точно. Да, да. Да, да. Вы считаете, что это нормально, да? Не надо. Подождите. Подождите. Я вам не бросаю. Я не нормальный. Я не бросаю. Я не бросаю. Я не бросаю. Я не бросаю. Скорый вызов? Нет. Это что-то даже не бросаю. ловят людей которые вышли с магазина и не якобы борются с тем что кто-то где-то как-то пил пил пиво а потом получается лазят по карманам так что ты не рассказывал все о спавляй я стою разговариваешь ты сушу и суда уходят выпивших людей и начинают с них получать это ли деньги еще чего-то я просто хочу с тобой пообщаться я просто видео вы выкладываю завтра в ютубе не имейте права не имейте права надо и уже не к вам тебе знаете не первый раз остановишь честно я по-людски тебе было что ты от меня хочешь ухожай когда она просится смотрите видите как полиция разговаривает угрожай сначала примушают действия сначала это распивали человека довели каких-то действий принуждали а теперь говорит не таким он стоял среду не пил начал его полицейский забери эту камеру нахарь я снимаю не переживай у кого ты мне снимаешь а я ненавижу когда я полицейского снимаю я имею право все право меня не снимают нет 34 статья конституции и вас же тоже снимают вон полицейские вы же видите на камеру ты же самый главный тут а в этом районе скажи ему что я снимаю мне очень приятно 34 статья конституции мне разрешают это делать это братан нормально 207 не не журналист а в конституции там написано даже не журналисты а любые люди поток сделал и все понимаете он эпилептик он эпилептик ну начнется вам как у нас так пить так пить Паша пойдет не поснимайте как люди не я все снимаю я снимаю когда люди снимают и когда их избивают в райотделах и когда они пьяные просто пойдут домой никакого не троат полиция их останавливает начинает так раньше милиция действует новая полиция рисуя так же действовать вместо то, так чтобы каких то преступления нет это не убеждение и поверьте в этом году в этом городе я вам клянусь что не будет беспредела с вашей стороны это я вам обвещаю что с вашей стороны здесь беспредела Sultan не будет потому чтоsk особенно уже убежал уже завтра Вилякулу убежит хор gry Лютый уедет. Ярош, этот самый, с Жопневого района уже нет, начальника Яненко уже на пенсию пошел. Тут будет понемногу уже делаться порядок устанавливаться, а не полицейский беспредел. Поверьте. А мы к ним какое отношение? К кому? К полицейскому фабилюм, чтобы как-то сопротивляться. А это начальство. Чье? Чье? Начальство райотделов, которые возбуждают, не возбуждают дела. Это воргазы, которые вас за ухо выкидывают. Понимаете, просто выкидывают вас за ухо. Можно я скажу? С горгазов, это отсюда. А можно я скажу? Конечно, говорите. Я скажу одно. Товарищи полицейские, вам уважение. О чем вы тут стоите, а бутылки пива говорите? А там людей убивают. А там их нет, где убивают. Ну так а что вы тут стоите? Малое правонарушение порождает больше. Нет. А что вы не в Донецке на войне? А что вы не в Донецке на войне? Вы знаете, вы там были или нет? Я знаю, я был у вашего начальника. Мне говорили, и я был, и я был. А что вы там делали? Вот такой вопрос. Людей убивали. Я не все там охранял общественный порядок. А вы, то есть, как милиция были, охраняли общественный порядок. А остальные воевали там? Откуда я там? Вы воевали там? Я за столик не говорю. Хорошо. Все, а вы же мне рассказываете. Да, за столик не говорю. Все, я понял. Ваше начальство тоже мне говорило, что там кто-то воевал, кто-то не воевал. Опять же, там все говорят, что АТО, а два с половиной года. Чего вы не погнали в машину? Превысила он, смотрите. Скорость превысила. Очень просто он полетел. Вы скоростью на поехала? С какой? С 75 однозначно она поехала. Конечно, конечно. Вам только надо работать патронной полиции. Не, мне не надо работать патронной полиции. Если я так буду вездить себя с людьми, я же просто не смогу, понимаете? Не, не. Я же не разменяюсь со своей стороны. Людям раз сказали, два сказали. Людям сказали, что нельзя, а они все равно начинают работать. Видите, сколько полиции у нас ездят. Прокатывают бензин, прокатывают наши ресурсы. Мы должны их кормить. По 9 тысяч получают. Порядка как не было, так и нет. Больше уголовных дел стало, а порядка нет. Больше, блин. Людей раздражают. Пацаны молодцы, пацаны молодцы. Но! Сейчас за бутылку пива в Минжульске. Там кого-то убивают. Там кого-то убивают. А вы за бутылку пива в Минжульске. А что я тебе веду? Кто-то готов пива сделать? Что я тебе сделал плохого? Вы меня слышите или нет? Я с вами общаюсь. Я с вами тоже общаюсь. Завершили все. Я с вами тоже общаюсь. Вы вообще сказали, что я тебе. Подходите ко мне. Если я сейчас в дальнейшем вижу, вы дальше начинаете здесь расплывать, непонятно, что делать. Мы едем. В дальнейшем пройдем и будем оформляться. Уже какие-то не выполнители. Все, можно же протокол? Не надо так искать. Простановить или нет. Протокол на месте можно? Уважаемые, вы меня слышите? Повляйте. Протокол можно на месте? Ну все, предупредительное и все. Мы от вас слышим. Идем, идем. Все, предупредительное выставление. За что, за бутылку пива? За то, что лоток пива сделал. Кто кого делал? Кто? Кто видел? Пошли. Все, всем спасибо. Удачи, ребят. Всем спасибо. Пацанов отпустите. Спасибо. Непонятно, в Лиганске пива немедленно было удивительно на ваше начальство, приозначало ВСП и ваше начальство. Я буду, и они будут, вынесут единственное наказание. Вы сами понимаете, у вас появились в степени на гостопе, они его притягивают. По-разному, наверное, на среднем хватит, чтобы погулять. Всего тоже. Друга тоже. Не надо. Друга тоже. Я понял. Забирайте. Друг тоже веселый. Друг тоже сложится. Да, да. Забирайте домой. Открывать его не надо. Уже дома, как подружка, и лекарство. Всего доброго. Спасибо, Даня. Не нарушать общественные права. Ну, понял. Удачи.